Привет! Как дела? Ну вот и наступил ноябрь, и сегодня я расскажу о том, что такое Мовэмба, месяц в Англии. Наверняка многие из вас, кто проживает в Англии, в Лондоне, замечали, что с приходом ноября мужчины начинают отращивать вот такие вот усики. Это не мода, это благотворительность. Впервые я столкнулась с этим направлением, с этой благотворительной акцией, когда я уже второй год проживала в Лондоне и училась в школе английского языка. Тогда у нас был педагог, который как раз и начал отращивать вот такие вот усики, а вместе с тем и бороду, и он нам рассказал, что же это такое Мовэмба. Оказывается, Мовэмба это словосочетание с усами, которые произносятся по-английски мастач. И месяц, в который проходит эта благотворительная акция, новэмба. И получается, что взяли первую букву М в качестве мастач и прибавили новэмба, то есть получилось Мовэмба. Мовэмба это тип фандрайзинга, который зародился в Австралии в 1999 году. Ежегодно в ноябре мужчины отращивают усы в течение всего месяца и тем самым зарабатывают деньги на благотворительность, которая идет в основном на изучение борьбы рака простаты и других мужских болезней. Мовэмба организован как фонд, который проводит благотворительную акцию в 21 стране мира. И этот фонд пересылает накопленные средства организациям, занимающимся изучением проблемы. В 2008 году в акции приняло участие 170 тысяч человек, собрав при этом 15 миллионов австралийских долларов. Примерно две трети пожертвований были из Австралии. Мовэмба был введен группой молодых людей в 1999 году в городе Аделаида. Начиная с 2004 года в Австралии, а также и в Новой Зеландии с 2006 года проходят ежегодные мероприятия, с целью которых является не только собрать некие пожертвования в пользу фонда, но и привлечь внимание к проблеме мужского здоровья. В первую очередь речь идет о предотвращении и улучшении борьбы с раком простаты, однако помощь оказывается организациям, занимающимися проблемами депрессии, биполярного аффективного здоровья, так как обе эти болезни очень часто встречаются у мужчин, однако бывают редко диагностированы и практически не подвергаются лечению со стороны врачей. До начала ноября будущие участники регистрируются на сайте Мовэмба. Если кому интересно, ссылочку подкреплю в описании к этому ролику. И начинают эту акцию с 1 ноября гладко выбритыми. До самого конца ноября участник отращивает усы, при этом допускаются все виды и варианты усов. Во время акции друзья, знакомые и родственники поддерживают участника и жертвуют какое-то количество денег в пользу фонда от его имени. Участники могут создавать команды в рамках фирмы или какой-то организации в игровой форме и устраивать соревнования, от чего имени будет собрано наибольшее количество денег и отправлено в фонд Мовэмба Инк. Так как усы, особенно на начальной стадии, воспринимаются окружающими неоднозначно, участнику приходится объяснять, что он хочет сказать этими усами, что он делает в рамках акции. И вот так вот, отвечая на вопросы, информация об такой вот благотворительной акции распространяется по всему миру. А также таким образом участник может привлечь дополнительные пожертвования со стороны обычных прохожих или малознакомых людей. В конце ноября организовывается галлопредставление, на котором чествуются участники команды, собравшие наибольшие суммы пожертвований, а также награждаются лучшие 30-дневные усы. Как я поняла, в Лондоне не так давно проходит эта акция. Я, если я приехала в 2011 году, в 2012 я только узнала о ней. И со временем в ноябре месяце по всему Лондону стали появляться такие усы, и велосипеды делали с усами, и люди какие-то носили свитера с усами. В общем, все заинтересованные стараются привлечь к этой благотворительной акции как можно больше средств для того, чтобы наука не стояла на месте и развивалась в изучении вопроса рака простаты. И также всех других мужских заболеваний. То есть, ноябрь это, так скажем, мужской месяц в Лондоне. Так как я впервые узнала об этом в Лондоне, я решила сегодня рассказать об этом вам. Надеюсь, эта информация кому-то будет интересной и полезной. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok